Недовольные строительством АЗС рядом с 41-й школой, родители учеников обратились за помощью в Ивановскую приемную Медведева. Сегодня историю своей борьбы они поведали депутату областной думы Ирине Сидориной. А рассказать действительно есть что. По мнению родителей, строительство ведется с нарушением требований пожарной безопасности. А сама по себе заправка рядом со школой нарушает права детей. Дело в том, что в этом районе и так три бензоколонки стоят практически друг на друга. Нет ни одного детского комплекса. Нету этого. Значит там буквально 200 метров или 300 туда подальше в лес. Была раньше автозаправочная станция, почему бы ее не возобновить. То есть там есть все эти стойки, то есть туда раньше люди заезжали просто демонтировать дорогу. Зачем здесь под носом у детей ставить вот... Депутат облдумы заметила, что прежде всего необходимо убедиться, что угрозы жизням и здоровью детей нет. А если все же есть, устранить ее. Прежде всего Ирина Сидорина обещала подготовить запросы в Роспотребнадзор, а также в ГАИ. Необходимо выяснить, соблюдены ли при строительстве санитарные нормы и будет ли обеспечена пожарная безопасность на объекте. Первым делом мы займемся проверкой документации разрешительной для того, чтобы быть уверенными в том, что там нет нарушений закона. Такое ведь бывает. Несмотря на то, что идет строительство, не всегда есть разрешительная документация. Это первый шаг. А далее будем смотреть, насколько в этой документации проработаны все нормы безопасности, потому что наличие рядом школы – это, конечно же, фактор, о котором стоит думать всегда вдвойне. Ответ на запрос придет не раньше, чем через месяц. А до тех пор родители учеников не собираются сидеть сложа руки. Планируют проводить акции протеста рядом со злополучной автозаправкой. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.